Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Номер 1532. Событие дня. Евангелие от Иоанна 13.13. Вы называете Меня Учителем и Господом. И правильно говорите, ибо Я точно то. Эпиграф взят для того, чтобы доказать, что Иисус Христос – это Бог, Он Господь. Где Он о себе так сказал? Вот. Он и говорит о себе так. 1 Коринфян 12.3. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И те, которые Его не могут назвать Господом, у них нет Духа Святого, и, значит, надежи на спасение нет. 1 Коринфян 8.6. Но у нас один Бог-Отец, из Которого все и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все и мы им. То есть Он Творец. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. У Бога Бог. Кто? Христос. Второе лицо Троицы. 2 Петра 1.16. Ибо мы возвестили вам силой пришествия Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но был очевидцами Его величия. Это говорят книги, там кто-то перепортил, это говорят люди совершенно невежественные, не знающие спасения, плотские, которые не исповедуют Его пришедшего во плоти из Духа Антихриста. 1 Послание Иоанну, 2 глава. Ты веруешь, что Бог един? Единобожники. Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Якова 2.19. Так что верить, что Бог единый, это еще не спасительно. Надо веровать, что сказал этот единый Бог, Господь. Иеремия 1.12. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Не то, что там переписывали. Кто переписывал, когда Господь бодрствует в них, кто никогда не изменит Его. Даже изменит где-то, оно никуда не пойдет. А вот так верят все люди на земле, которые христиане. Филипписам 2.11. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца, Господь. Второзаконие 32.6. Сиели воздаете вы Господу народ глупый и несмысленный. Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Через Него все начало быть, что не начало быть. То есть Он творец. Иисайя 9.6. Ибо младенец родился нам. Сын дан нам владыщество на раменах Его, на плечах. И нарекут Ему имя. Чудный советник. Бог крепкий. Отец вечности. Князь мира. Он называется Отец вечности. Отец не отцу, а вечности. Это за 21 февраля 2020 года и обращение о помощи брату нашему Игорю Александровичу Варабашу, что кто-то нашелся, помог приобрести комбайн. Мужчин трудный. А в Игоре 4 ролика о семье его. Я более быстро буду передвигать. Кто читает, можете курсором приостанавливать. Меня вчера возили к врачу. И вот Елена позвонила. Все сохраняю. Всю переписку. Те, которые в нашем сотрудничестве люди. Содружестве. Спрашивает, какие фильмы. Вот я называю, какие фильмы можно посмотреть хорошие. Еще и исповедь есть. Продолжение следует... Я не посмотрел, сколько он заплатил Сергею. 17,5 тысяч. Можно объявить. Кто может, дадут что-то. Можно объявить. 있고. Ахинь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 год, так что многие до моих лет не дожили, а кто дожили они как рухлядь, а я сам хожу, к врачам не обращаюсь ну, повреждения, руку сломал там ногу, тут ясно, идти надо а так нигде, ни одной таблетки еще не съел я благодарен Богу оставляю наследство большое, это книги работа, много люди слышали, отвечал на вопросы у кого есть желание еще давайте, выходите в скайп Игнатий Лапкин наши тогда скино-ресурсы ресурсы это самый большой канал видеоканал в ютубе называется Во свете Библии Во свете Библии Игнатий Лапкин, это я на этом думаю и все